На заседании регионального правительства губернатор Игорь Руденя поставил задачи по дальнейшей реализации в Тверской области национального проекта здравоохранения и поставил задачи на плановый 2024 год. О принятых решениях расскажет Наталья Чекет. Одно из основных направлений развития системы здравоохранения в Тверской области – первичное звено. Жители отдаленных районов региона, по мнению губернатора Игоря Руденя, должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь в ФАПах и амбулаториях. В этом году в Верхневолжье установят 33 модульные конструкции, 27 фельдшерско-акушерских пунктов и 6 врачебных амбулаторий. У нас большое количество ФАПов и амбулаторий общей практики сегодня на территории подготовлено к финальной стадии. Задача стоит – это первичное звено, как можно быстрее до холодов завершить благоустройство, ввести в эксплуатацию, чтобы не просто это был ФАП, который стоит, но еще там должны работать специалисты. Поэтому вторая задача – это укомплектованность кадрами всех наших новых учреждений здравоохранения и тех, которые в предыдущий период были отремонтированы и тоже построены введенную эксплуатацию. В регионе активно продолжается диспансеризация. В этом году ее прошли более 200 тысяч человек разных возрастов. Она позволяет своевременно и на ранних стадиях выявлять ряд заболеваний для дальнейшего лечения у узких специалистов. У граждан до 40 лет – это холестерин, глюкоза, флюорография, кардиограмма, осмотр терапевта. После 40 лет уже добавляются такие услуги, как маммография. При необходимости – дополнительное обследование после осмотра терапевта. В Тверской области продолжается работа по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями. Для медучреждений приобретают новое оборудование. А в Кимрах, Бежицке и Нелидове запланировано открытие онкоцентров. Во время заседания обсудили вопрос медицинских кадров. В Тверской области принято решение для привлечения квалифицированных кадров в больницы и поликлиники региона. Это выплаты студентам и ординаторам целевика. Молодым специалистам, трудоустроившимся в государственной организации, медикам, переехавшим работать на село. Обсудили вопрос подготовки кадров целевиков, хорошие показатели. Но теперь надо добиться того, чтобы эти выпускники, целевики были, что называется, адаптированы на территориях, когда они завершают свое обучение. Очень важно вопрос наставничества и вопрос бережного отношения к кадрам. В регионе продолжается строительство новых учреждений. Четырех детских поликлиник в Кимрах, Твери и Торжке, Бежицкой и Балаговской ЦРБ, Новозавидовской врачебной амбулатории. На заседании Игоря Руденя поручил Минздраву региона разработать программу оценки эффективности работы учреждений здравоохранения Тверской области, включающую отдельные критерии для главных врачей.